Я буду заканчивать начатую тему о взаимоотношениях в семье. Понятно, что это очень огромная тема, и мы можем говорить только о какой-то части, о небольшой части, об очень небольшой части. Но перед этим я бы хотел, чтобы мы для себя подчеркнули большое значение здоровья в нашей семье, духовного здоровья нашей семьи. И когда Бог говорил через пророков о том, что придет Иоанн Креститель, вы помните, как Бог сказал о его задаче? Написано, что Он возвратит сердца отцов детям и сердца детей к отцам их. И Бог говорит, чтобы Я пришед, не поразил земли проклятие. Хотя в людском обществе существует очень много разных проблем, не только семейных, очень много разных проблем. Но величайший из всех пророков приходил перед пришествием Мессии для того, чтобы восстановить связь поколений, для того, чтобы сердца отцов были повернуты к детям и сердца детей к отцам. И, наверное, для того, чтобы Бог мог также действовать свободно в нашей церкви, чтобы Господь мог прийти и совершать свое дело, наверное, Он тоже ждет, чтобы нечто подобное произошло и в наших домах. И потому не напрасно. Мы здесь находимся, и кто-то, может быть, преодолевает сонливые тенденции какие-то, и мы напрягаем свой мозг, чтобы слушать и внимать, и понести это все. Пусть Бог вам поможет. И если можете, пожалуйста, не дремлите, но если не получится, я критиковать вас не буду. К сожалению, с каждым годом в проповеди мне все как бы легче, но больше видно, что происходит в зале. Когда я первый раз стал проповедовать, мне это было около 12 лет тогда, я помню, я встал, и у меня все перед глазами разноцветное. Я не видел ни лиц людей, ничего. У меня было, видимо, повышено очень давление. В это время была просто какая-то разноцветная картина, как сейчас современные дорогие картины, там намазаны краски, да, умные люди что-то в них видят, что там художник имел в виду, отдают там миллионы долларов. Вот такую же картину я в то время видел перед собой. Но потом как-то время идет, и вдруг видишь, уже начинаешь разглядывать лица, распознавать, знакомых узнаешь в зале, и самое страшное, видишь, что кто-то у тебя дремлет. Ты говоришь, а человек спит. И ладно, еще есть сестры, которые в дремотеке кивают согласно головой, и как бы ты думаешь, ну ладно, хоть так согласен человек, и уже и то вперед. Какое-то единение со слушателем. Поэтому пусть вам Бог поможет, как бы боритесь ради гостя, который приехал, чтобы нам всем было хорошо. Все равно время послеобеденное. Когда я думал о том, что же можно сказать в этой сфере, знаете, я решил говорить на тему, которую я назвал «Павшие в борьбе за правду». В синодальном тексте, то есть в Библии, которой мы в основном пользуемся, слово «правда» и «праведность» являются одним и тем же самым словом. Почему-то переводчики в одном случае это же греческое слово перевели словом «правдой», «правда» в другом случае «праведностью». Но это одно и то же слово, и поэтому я буду использовать тексты, где говорится о правде, некоторые тексты, где говорится о праведности, и эта речь будет не о разном. Можно говорить еще об этом, как и о справедливости. Наверное, каждому из нас знакомо такое ощущение в жизни, а может быть даже, наверное, каждый из нас пытался где-то сражаться за то, чтобы все было правильно, чтобы все было по справедливости. И нам знакомо, как это жжет внутри нас такое пламя негодования на какое-то беззаконие, на какую-то неправду, на то, что все не так, как должно быть, и мы входим в это борение, мы начинаем настраивать, чтобы все было так, как быть должно. И многие из нас чувствовали в этой борьбе почему-то ущерб, а кто-то в этой борьбе даже упал. И кого-то сегодня нет в церкви. И если вы зададите ему вопрос и скажете, постарайся вспомнить, с какого-то момента что-то начало в тебе происходить разрушительное, так, что в конце концов все закончилось тем, что тебя нет среди Божьего народа. И вы услышите много историй, когда человек лицезрел какую-то несправедливость, и он решил сделать все так, как нужно, и почему-то все закончилось очень грустно. Это закончилось грустно и в нашей стране, то, что началось в 1917 году, началось даже раньше, когда люди хотели своими руками установить должный порядок вещей, и действительно было много несправедливости в нашей стране. Но почему-то эта борьба привела не к тому результату, которого, скорее всего, они ждали. Это происходит и на уровне семьи. И я хотел бы как раз в таком ключе сегодня поговорить, потому что лично я испытывал в таких ситуациях большое недоумение. Я был очень сконфужен, я не понимал, почему, сражаясь за правду, я чувствую себя, как будто бы я иду против самого Бога. Мне было очень странно, и как минимум мне было странно, что Бог не заступается за меня, а как максимум мне иногда казалось, что Он как будто бы и против меня. И Библия говорит, мы не сильны против истины, мы сильны за истину. И когда мы чувствуем, что в каком-то борении, в каких-то движениях, в своих решениях, в деятельности мы испытываем состояние саморазрушения, нам нужно себе задать вопрос, в правильном ли направлении движется моя жизнь. И вот это лишь один такой небольшой сектор нашей жизни, но очень болезненный. Перед тем, как я продолжу, прочитаю некоторые стихи из Священного Писания, давайте мы мысленно просто рассудим с вами так, в мыслях представим себе всю несправедливость, которая в нашей жизни имела место быть. Вся эта несправедливость делится на две части. Может быть, неравная часть, но их две. Одна несправедливость – это та, которую совершали мы, а другая несправедливость – это та, которая совершалась в отношении нас. и согласитесь, что негодование в нашем сердце поднималось почему-то не в тот момент, когда мы действовали несправедливо, а в тот момент, когда действовало несправедливо кто-то в отношении нас. Но и действия в отношении нас несправедливые тоже делятся на две части, и, может быть, тоже неравная часть. Оказывается, есть несправедливость, которая нам неприятна, а есть несправедливость, которая нам приятна. Такое бывает. И я пережил это за небольшой промежуток времени, увидел это очень ясно, когда я заканчивал 11 класс. И у меня по четырем, как минимум, предметам стоят несправедливые оценки. Как минимум, по четырем предметам. У меня стоят две четверки в аттестате по предметам, которые я знал, ну, на пять. И я поговорил с обоими учителями на эту тему. И я выразил им свое несогласие. И одной учительницей, она была у нас классным руководителем последний год, я каждый год ее поздравлял с днем рождения и параллельно еще напоминал, а все-таки зря вы мне по математике поставили четыре. Почему-то она тут думала, что на экзамене мне помогал мой одноклассник. Были еще две четверки, за которые я не возмущался, потому что я по ним заслужил тройки. Это была химия и физика. Я получил за них тоже четыре, но я не ходил разбираться. Я не ходил говорить с этими учителями, что вообще-то, знаете, я не знаю эти предметы на четыре, и вам надо как-то снизить. Почему-то эта несправедливость как-то не поцарапала мое сердце. Как-то было мне с ней даже комфортно. Помню, как в девятом классе, еще до этого аттестата, в девятом классе на уроке истории мне задали вопрос, я не мог на него ответить и вообще потерялся. Пришел утром смотреть оценки, стоит пять. Не пошел разбираться. И вы знаете, что оказывается, если взять вопрос несправедливости, и вот он делится сначала на две части, то, что делаем мы, то, что делают в отношении нас другие, и потом еще эта часть делится на две части. Несправедливость, которая нам неприятна, и несправедливость, которая душу греет. И оказывается, что когда мы называем себя борцами за правду, там не больше четверти всей неправды-то и есть. Что в 75% случаев мы не бежим сражаться. Мы бьемся и возмущаемся и негодуем только тогда, когда, во-первых, несправедливость делается в отношении нас, а во-вторых, она относится к категории, которая доставляет нам дискомфорт. И вот тут начинает наш разум возмущенный кричать и вопиять, и мы думая, что сейчас же ведь мы идем выступать не за грех. Мы ведь сейчас идем сражаться не за права ЛГБТ-обществ, мы же идем сражаться за правду, и вдруг почему-то мы видим, что Бог не за нас. Бог не на нашей стороне. И вместо созидания идет разрушение. И, вы знаете, это не только мы пережили. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, что по правде законной я был непорочен. Если бы вы в то время взяли Ветхий Завет, взяли стандарты этих ветхозаветных заповедей, и примерили бы к этому человеку по имени Савл, вы не смогли бы придраться к этому человеку. Но почему этот человек, который был непорочен по правде законной, почему он говорит, я готов отказаться от всего, абсолютно от всего, что в моей жизни было, чего я достиг, я готов отказаться от всего, чтобы найтись во Христе, не со своей праведностью, которая от закона. Почему он так испугался? Того, что так высоко ставило его в обществе других людей. Почему он хочет так избавиться от этого и приобрести вместо этого нечто другое? Потому что он увидел, как его собственная правда, которая была такой непорочной в его собственных глазах, не помешала ему сделаться гонителем Бога, которому он думал, что служит. И несмотря на то, что мы сегодня живем во время Нового Завета и читаем Новый Завет, братья и сестры, мы можем, подобно Савлу, соскальзывать на уровень ветхозаветней правды, сражаться за нее, гнать, причинять боль нашим ближним и думать, что мы служим Богу, в то время, как мы стоим в прямой оппозиции к Всевышнему. И очень болезненно бывает обнаружить такое в своей жизни. Но обнаружить нужно как можно раньше. И Исайя, пророк, говорит о Израиле, о себе в том числе, когда человек находится без Бога, он говорит, вся правдивидность наша, как запачканная одежда. Можно найти какие-то светлые пятна на запачканной одежде, но в целом, в целом это очень неприглядная картина. В Ветхом Завете рассказывается притча одной женщиной. Была такая определенная стратегия, чтобы кое-что попросить у царя, и Иоанн послал эту женщину, и она стала рассказывать ему историю, и говорит, у меня два сына было, и были они вдвое в поле, и восстал один на другого, и подрались, и некому было их разнять, и один убил другого. И теперь все родство, говорит, восстало, и говорит, отдавай нам убийцу, и мы с ним разберемся, мы казним этого человека. Смотрите, какая удивительная ситуация. Женщина потеряла сына, ее сына убили. По закону, убийца должен заплатить своей жизнью. И родственники этой женщины хотят защитить ее права. Надо наказать убийцу. Нужно, чтобы восторжествовала что? Справедливость. Мы хотим защитить твои права, женщина. Мы должны, чтобы тот человек, который убил твоего сына, понес то же самое, чтобы другим неповадно было. Все замечательно, кроме одного «но». Этот второй человек тоже ее сын. И торжество справедливости приводит к тому, что вместо того, чтобы ей остался хотя бы один сын, у нее не будет ни одного сына. Потому что некоторые люди так понимают правду. Они так движутся в направлении справедливости. Они так защищают законы. Так, что у матери ни одного сына не остается. Матери, которую они пытаются защитить. Я думаю, что человеческая история, она наполнена подобными сюжетами. И она наполнена этими сюжетами, потому что мы должны понять что-то, что больше нашей человеческой правды. Наших человеческих прав. Мы должны двинуться каким-то путем, который был бы более превосходным. Иисус должен явиться нам на пути и снять пелену с наших глаз, и показать нам, куда идти. И может быть тогда война между мужем и женой наконец-то прекратится? Может быть эти вопросы риторические и горькие. Неужели я не прав? Разве я не прав? А может быть они наконец умолкнут и придет долгожданный мир, когда вместо этого сражения за 25-процентную правду мы начнем искать чего-то другого? В книге Второзаконии среди многих очень мудрых законов рассказывается, говорится от лица Господа о том, как обращаться с бедным человеком, которому дано были взаймы деньги. И он в залог отдал свою одежду. И Бог говорит, если ты одолжил бедному человеку деньги, и он до вечера тебе не отдал, залог это то, что должно оставаться до тех пор, пока тебе не вернули долг. По справедливости залог должен остаться у меня, если мне не вернули долг. Но Бог поднимает человека повыше и говорит, отдай ему его залог, если до вечера он не вернул денег. Я представляю себе этого бедного человека, он занял деньги у соседа или у ростовщика, может быть, на то, чтобы покормить свою семью, какой-то финансовый кризис в семье, и до вечера он не смог нигде заработать, никто его не нанял, и он не мог отдать этого долга. Он ложится спать. Вот эта верхняя одежда для них, и одежда, и одеяло, и все в то время, ткань была очень дефицитным явлением. И вот он ложится спать, ему холодно, но он понимает, он отдал одежду в залог. И его ближний поступил справедливо, не отдав ему обратно залог, просто потому, что он не отдал долга. Но Господь говорит, отдай ему залог. Это его единственная одежда. И написано, и он благословит тебя, чтобы благословила его душа твоя, и Бог благословит тебя. Однажды я читал это место и думал, Господи, сколько в нашей жизни раз мы поступаем не потому, как справедливо, а потому, как ты, чтобы благословил нас по закону милости твоей. Да, мы имеем право. Мы имеем право не возвращать этот залог. Мы будем абсолютно правы в глазах закона и конституции, и окружающих людей. Единственное, но Бог не благословит нас. И вот этот человек, представьте себе, бедный, он не ждет этой одежды, он не вернул долга. И вдруг сосед стучится и говорит, на, на тебе твою верхнюю одежду, ну, как сможешь, отдашь. Я не хочу, чтобы ты спал сегодня и мерз дома. И вот он заворачивается в эту одежду, и он благословляет своего соседа, Ефрема, там, Монасию, Закхея, Захарию, кого угодно, и говорит, Господи, благослови. И когда я читал это место, думал, Боже, Боже, ведь немногие христиане, ведь мы, что для нас эти слова, и кто-то читает эти слова и говорит, что толку, что этот бедняк благословит меня, что мне толку, я дал ему деньги, он мне их не вернул. Мы задаем такой вопрос и говорим такие слова, потому что мы не знаем цену благословения. Мы не знаем, как сильно и могущественно то, что Бог благословляет. И мы не знаем, что еда на наших столах и одежда на нас и крыша над головой не потому, что мы усердные работники, не потому, что мы очень способные и умные, а потому, что Бог изрек о нас слово и сказал, в этом доме должна быть пища, одежда, и этот дом должен стоять на этом месте. И это единственная причина, почему это у нас есть. Но мы не знаем, не помним и забываем об этом. И какому-то ближнему, который не так хорошо справляется со своей задачей, мы смотрим на Него свысока. И мы не думаем о том, что иногда нужно действовать так, чтобы было что-то выше справедливости. Это милость. Я не буду делать многочисленные оговорки. Ситуация с долгами и займами сложная. Есть люди, которые наглые, и они не отдают не потому, что у них нет. И этому нужно посвящать отдельную проповедь. И не то, чтобы им нужно что-то с ними как-то поступать и оставлять. И нужно, чтобы с ними служили беседы, беседовали служители ради их же спасения. Много таких ситуаций. Я все это отодвигаю в сторону. Я говорю только о людях, которые в реальной нужде, которые делают все, что могут. И вот Бог говорит, ты справедливо поступишь, если не отдашь. Но если ты хочешь, чтобы я изрек от тебя доброе слово, ты поступи то, что выше справедливости, милости. Когда Бог вел Израиль по пустыне, что Он сказал израильтянам? Бог говорит, я вел тебя по пустыне, томил тебя голодом, питал тебя манную с одной целью, чтобы ты узнал, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Израиль в течение десятилетий не занимался производством. Но откуда-то у них было пропитание и откуда-то у них была одежда. И Бог говорит, ты должен был узнать, когда я скажу небу, оно дает манну. Когда я говорю, природе прилетают птицы. Когда я говорю, скале течет вода. Когда я говорю, ткани, она перестает изнашиваться. И ты 40 лет носишь одну и ту же одежду, она не изнашивается, потому что я изрек благое слово. И сегодня принципиально не то, насколько мы с вами умны, хватки, но принципиально то, что Бог скажет о нас. А Бог скажет о нас тогда доброе слово и благословит нас, когда чьи-то другие уста благословляют нас. А эти чьи-то уста часто благословляют, потому что мы решили подняться выше своих прав. Или, может быть, наоборот, склониться ниже своих прав и снизойти к чьей-то немощи и помиловать, а может быть, это наш ближний, это наша жена или наш муж. И мы ждем благословения, но действуем совсем не по законам благословения. Замечательный пример также является собой Исаак. Это человек, который оказался объектом зависти филистимлян. И вы помните, что там просто начали его притеснять, отбирать колодцы, клеветать на него, наговаривать. Но, заметьте, этот человек, на стороне которого была правда, на стороне которого была сила, царь филистимский признал, что он сильнее их, на стороне которого в конце концов был Бог, он не стал стоять на своем, он двинулся назад. Он сделал назад один шаг, он сделал назад два шага, он сделал назад столько шагов, пока не прекратился этот конфликт. И та конфликтующая сторона потом пришла к нему, смиренному, уничижившему себя, и сказала, мы признаем твою силу, заключи с нами союз. Напротив же, когда мы готовы задушить, когда мы готовы сказать последнее слово, и мы умеем сказать последнее слово, в каждом споре почему-то нас считают слабыми, а не сильными, потому что сила это смирение, братья и сестры. Это суметь отойти в сторону, это суметь отступить и дать Богу место. когда Давид оказался в положении на репутацию государственного деятеля, положено порочное пятно, семей сын Гер из засловит его, было очень справедливо просто-напросто казнить семея. Это было бы абсолютно соответствующим законам того времени действия. Но что говорит Давид? Он говорит своим охранникам своей армии, он говорит, вот сын мой, исчезший из чресел моих, ищет моей жизни, а я должен теперь казнить этого вениамитянина за только его слова. Мой сын ищет меня убить, и я не хочу ему смерти. Как я могу теперь желать смерти человеку, который только говорит мне худые слова? Согласитесь, братья и сестры, что потом, когда через несколько дней Давид скажет своим воинам, сберегите мне от рока весолома, он имеет полное моральное право для этого. Вчера он мог бы сказать, казнить семея. Сегодня что-то случается такое, что заслуживает смерти его сын. И если бы он сказал сберегите мне от рока весолома, ему сказали бы, Давид, ты вчера только за одни нехорошие слова казнил человека, а теперь ты хочешь, чтобы мы пощадили жизнь человека, который хочет убить тебя. Давид был настолько проницателен, глубок, духовен, так видел пред собой Господа, что он сумел свое время не настоять на том, что кажется было справедливым, и таким образом обеспечил себе возможность для принятия комфортного для души родителя сердца решения. мы же расправляемся с семьями, мы щелкаем их как орехи, мы разбираемся с ними очень быстро, но завтра в таком положении оказываются те, которые дороги нашему сердцу, и мы оказываемся в тупике. Что же делать нам с вами, братья и сестры, если мы оказались жертвой несправедливости, если нас незаслуженно обвиняют, я сейчас не говорю о взаимоотношениях родителей, детей, детям, детей нужно пресекать, и воспитание, это другая тема, о ней говорилось, я говорю о людях, которые мы находимся в равном положении, я стал жертвой несправедливости, меня недооценили, меня пододвинули, может быть меня упрекают словесно в том, чем я невиновен, я бы хотел оставить несколько советов, что нам делать вместо вот этих революционных сражений, вместо баррикад, первое, нам нужно вспомнить, братья и сестры, что мы с вами спасены благодаря несправедливости, когда мы очень много кричим о справедливости, и когда мы очень много кричим о правде, если Бог бы услышал нас, земля бы разверлась, и мы отправились бы в преисподнюю, это то, что мы по справедливости заслужили, и то, что мы дети Божьи, невинный Иисус принял на себя эту казнь, которую должны были понести мы, и поэтому, прежде чем очередной раз в сердцах крикнуть, нет правды на земле, вспомните о том, что вы спасены благодаря несправедливой смерти невинного человека, второе, что я думаю, что нам нужно всегда помнить, это ограниченность нашего человеческого взгляда, когда мы смотрим на что-то, и нам кажется, что должно быть совсем по-другому, давайте вспомним, как Библия говорит, все пути человека прямо в его глазах, давайте мы вспомним о том, что мы можем всего не знать, мы можем всего не понимать, как легко это допустить, и как трудно это вспомнить, когда сердце наше вспыхнуло, в 19 веке жил человек, звали его Филарет, и он говорил такие замечательные слова, не думай, что уже и нет там правды Божьей, где не усматривает ее твое нетонкое око, разве не было в нашей жизни ситуации, когда время проходило, и мы думали, а все-таки правильно было так, как произошло, а не так, как я в то время думал, третье, что нам важно, мы должны пользоваться только Божьими методами, Библия говорит, что когда ты стал жертвой несправедливости, и против тебя согрешили, и с тобой поступили, как не должно, ты можешь выговорить этому человеку, есть случаи, когда ты должен выговорить ради спасения его, есть случаи, когда тебя не послушали, надо призвать свидетелей, есть случаи даже, когда нужно привлечь церковь, но Библия говорит, когда ты кого-то пытаешься поправить, ты должен делать это в духе кротости, когда мы читаем о том, что мягкий язык переламывает кость, наверное, в глубине души многие думают, не знаю, не знаю, когда я гаркну, тогда делается что-то, пока я с муженьком моим ласково говорю, прибить полочку, прибить гвоздичек, ничего не делается, но как только я, как только я устрою ему войну, все, начинает он бегать и в огороде, и в доме, и так далее, муж подобным образом, и когда мы смотрим, и кажется, что, наверное, чего-то в то время раньше люди были другие, раньше мягкий язык ломал кости, сейчас он только их закрепляет, и когда я говорю мягко, кто мне на шею еще готовый сесть, я так озадачен был этим моментом, потому что многие люди приходили и говорили, вот я крикнул, мужчина по столу ударил, и все сразу на место встает, я так думал, и было задачен до тех пор, пока не попросил у одного брата навигатор, вы знаете, что это за аппарат такой многие, это такая штучка электронная, которая дорогу подсказывает, когда вы едете по неизвестной местности, я хотел узнать, насколько эта штучка умная, я знаю примерно маршруты в городе, какие удобные, хорошие, и мне хотелось послушать, как этот навигатор будет вести меня, умно или не умно, я включил, там женский голос говорит, значит, маршрут построен через 200 метров направо, через 100 налево, приготовьтесь к развороту, я так езжу, слушаю, значит, и знаете, что я себя на чем поймал, однажды я думаю, так, вот я ее игнорирую постоянно, потому что она меня то на грунтовку какую-то увозит, то на какие-то неудобные развороты, я однажды думаю, а что она не кричит-то на меня, я ее не слушаю, игнорирую, и думаю, ой, это же электроника, я уже как на человека, когда нам долго говорят, потом говорят, если ты меня не слушаешь, так выключи уже, уже все равно ведь не делаешь, что уже должен, женский голос уже должен был замолчать, мужской еще может быть там что-то говорил, но женский же должен был замолчать и поджать губы плотно, и потом я думаю, нет, это же электроника, что-то я с ней уже как с людьми начал, и дальше она так разговаривает, кротко, маршрут изменен, маршрут изменен, маршрут перестроен, через 200 метров направо, налево, я уже привык к тому, что она не будет уже ругаться за то, что ее игнорирую я, но однажды, знаете, что случилось, я еду по улице Луначарского, мне надо на улицу Куйбышева, я только потом сообразил, что это просто, вот это просто вперед и направо, я думаю, дай-ка проеду, как она говорит, она меня завезла в центральную колхозную площадь, которая никогда, никогда не заезжала, там круговое движение, там очень плотное круговое движение, там общественный транспорт, там трамваи, я еду, думаю, зачем я сюда забрел, и я понял, мягкий язык ломает кость, это спокойная леди, железная леди, изо дня в день, не ругалась, не ворчала, она спокойно мысль свою доносила до меня, и донесла, и я понял, братья и сестры, вся причина, почему мы сомневаемся в Божьих словах, что мягкий язык ломает кости, что почти никто из нас не дошел до конца этот путь, у навигатора железная нерва, она-то прошла, ну я понял, оказывается, если я, я уже просто-напросто никогда бы туда не поехал, но она меня смогла убедить, думаю, Господи, дай нам мужьям и женам такой же язык, спокойненько, не выходя из себя, не говоря, ты никогда не вечно меня не слушаешь, ты вечно меня не слышишь, да никогда ты со мной не разговариваешь, вместо этого спокойненько, полочку надо прибить, вторник, полочку надо прибить, среда, полочку надо прибить, четверг, и без всяких ультиматов, и потом смотрите, вы встали, а полочка уже прибита, почему, как, муж сам удивляется, почему, но мысль внушилась, вложилась глубоко, и принесла свой добрый плод, и вы знаете, даже если мы с вами имеем в глубине эти мысли, правильные, мы знаем, что мы спасены благодаря несправедливости, мы помним, что наш взгляд ограничен, мы можем не знать всего положения вещей, мы используем только библейские методы, только кроткий язык, только убеждения, только спокойный диалог, и все равно мы можем оказаться в таком положении, что несправедливость продолжает иметь место быть, и вот тут четвертое, что я хотел бы оставить нам на память, никогда не будем заходить на Божью территорию, все остальное нужно отдать Богу, книга притчей, 20 глава, стих 22, «Не говори, я отплачу за зло, предостав Господу, и Он сохранит тебя». Ключевые слова в этом тексте «сохранит». Одна из причин, почему сегодня многих братьев и сестер нет среди нас, Бог их не сохранил. И почему Бог их не сохранил? Потому что они не предоставили Господу Божью работу. Это были люди, которые смотрели на свое начальство, на своих близких, мужей, жен, кого угодно. И они молились, они начали молиться, они начали пытаться быть кроткими, и говорили, «Господи, я буду говорить кротко, я буду в молитвах». Время идет, а Бог не действует, и плоть говорит, «Приступай». Бог, видимо, не собирается включаться в эту ситуацию, Бог, видимо, не собирается заступаться за тебя, видимо, твои слезы не услышаны на небесах. Видимо, сегодня обидчики имеют больше возможностей и власти, нежели обижаемые. И они начинают сражаться, они говорят, «Я устал в конце концов». Мое терпение лопнуло. Теперь я покажу моему мужу зубы. Или муж говорит, «Теперь я покажу, кто голова в семье». И мы говорим, не такими точно словами, но это то же самое, «Я отплачу за зло». И Бог не хранит такого человека, а он ведь за правду вступался, а он ведь за справедливость боролся, а он ведь за то, чтобы все правильно сражался, но чего-то очень сильно упустил, зашел на Божью территорию. Давайте мы предоставим Господу, братья и сестры, как здесь написано. И он сохранит нас, и он сохранит наши семьи. Как сказал один еврейский раввин, у них в правилах дорожного движения есть среди прочего такое правило. Не будь прав, будь мудр. Если мы едем и видим, что у нас горит зеленый сигнал, а справа или слева летит нарушитель на красный, мы можем воспользоваться своими правами. Мы говорим, у нас зеленый свет. Потом, когда патологоанатом будет разбирать нас, он будет думать, почему же этот человек не мог хотя бы раз в жизни отказаться от своих прав, проявить мудрость и просто уцелеть. Перед нами горит зеленый сигнал, а мудрость в сердце, а милость, а Господь, говорят, остановись, я сохраню тебя на этой территории, я сберегу тебя и твой дом. Научись милости, научись искать благословений, научись искать меня, научись верять мне. Все эти советы, братья и сестры, возможны только тогда, только тогда, когда мы вняли словам Христа, кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Потому что несправедливость, она царапает наше я, нашу гордыню. Иисус говорит, хочешь идти за мной, отвергнись, отвергнись этого вопля, подавляя его в себе. Он кричит, возмущается, обижается, негодует, ненавидит, таит горечь, а ты не слушай его, ты говори ему, нет, нет и нет. И слушай только меня. И Бог говорит, я сохраню, благословлю, умудрю. И когда придут к нам домой, на денечек побыть, как мы слышали вначале, скажут, как хорошо здесь у вас. И хорошо потому, что Богу дано место. Помоги. Помоги. Помоги.